Познакомилась с парнем, он старше, нет, она старше его, она старше его, и у нее есть два ребенка. И вот значит она, у них там сколько уже, месяц, два отношения, она думает, что это отношения. При всем этом она еще не оповестила своего молодого человека о наличии двух детей после, от первого брака. И вот у меня вообще, у меня куча, конечно, вопросов к таким девчонкам, к таким женщинам. Ну в смысле это как, блядь, я так люблю, я влюблена, все так круто, классно, что, блядь, классно. Эти отношения обречены, во-первых, этих отношений нет. О самом важном, основном факте своей жизни, о наличии двух, сука, детей, двух детей, она просто берет и умалчивает, она просто пиздит, она врет. И с чего, да, начинаются отношения? С вранья, это раз, какой это показатель? Херовый это показатель. Вы идете на свидание с ребятами, да, с нормальными, возможно, пацанами, мужчинами, во-первых, вы им пиздите, блядь, да почему так? Почему нет гордости, почему о своих детях не говорить как о части своей самой такой яркой, яркого достижения? Потому что я, когда родила и по сей день, находясь в декрете, я понимаю, что ни хера себе, ни хера себе я производитель, я человека создала. Да, это мое главное достижение, мне не стыдно это сказать, да, мое главное достижение за 27 лет, скоро 28, это создание ребенка. Я родила ребенка на свет, я горда этим, я счастлива, пускай все знают, и я покажу, я буду о нем говорить в первую очередь. И бояться о них сказать, чтобы привлечь какого-то хуя, вы вообще в своем уме? И таких историй полно, честно, таких историй полно, и мне очень грустно от этого, мне очень грустно. Господи, ну это, конечно, это днище полное. Девочки, работайте над своей самооценкой, будьте личностью, она уже в конце концов. Ебать, у него ребенок вообще-то есть, на хуй он нужен, это ж он туда еще будет там, сколько лет, да, он там, в этой семье будет, пошлять туда. Блять, ну как бы, ну вот это факт, вот так вот рассуждают люди, с этим ничего не поделаешь. Как на это реагируют мужчины, и как на это реагируют женщины. Вот сейчас взять, да, в пример, отношения там развиваются, вот эти вот страсти, период влюбленности, 2-3 месяца, буря эмоций. И мужчина также, да, утаивает информацию о наличии там детей от прошлого брака. Но мы девушки, да, мы же эмоциональные существа, мы такие уже влюбились. И он говорит нам это, и ты такая вроде, ах, ты там, подлец, все, прекращаем общение, заблокировала его. Ну что происходит, на следующий день она там думает, осмысляет, ну, блять, как же так, я его люблю, ну, похуй детей, я его приму, соответственно. Ну там, давай вот поговорим, я погорячилась, дети, это сейчас. Хотя там в глубине души она понимает, что нахуй мне эти нужны, пидорасы мы маленькие. Как реагирует мужчина, если ему напиздели и спустя 2 месяца узнают о наличии детей? Как показывают практику, лично моя практика, пару случаев было, где пацаны говорили, я думаю, блять, я ее так хочу, я ее так хотел, все, я вот с ее малым там был, играл и все, я говорю, папка, папка. Ну потом, блять, когда страсть уходила к ней, соответственно, истихали все эмоции по отношению и к ребенку, к ее. Так вот, и чаще всего, в принципе, мужчина, когда узнает о том, что его наебали, если он мужик, ну, как бы, более-менее адекватный, не лоху, блять, не долбоеб, он просто скажет пока. Все, и он уйдет, он заблокирует тебя навсегда, потому что ты ебанькой, сама виновата. Когда мужчина влюбляется в женщину и, казалось бы, принимает ее со всеми ее отпрысками, так скажем, а потом у него стихает чувство к ней и по этой же степени стихает и, как сказать, интерес к ее ребенку, он пропадает. Мы же ищем все папку, да, папку, блять, мамку ищем для ребенка. Мы не ищем себе полноценного партнера по любви, любимого человека. Вот это вот наличие ребенка все автоматически делает нас, я найду своему ребенку, папу. Никто вашего ребенка не должен, вообще не должен и близко полюбить, зауважать, принять. Это все очень сугубо индивидуально. Вы себя-то, блять, полюбить не можете, а вы хотите заставить, чтобы вашего ребенка сопливого, пиздюка, блять, кто-то полюбил, принял, блять, папкой ему или мамкой стал. Вы вообще о чем? Вы давайте отрезвляетесь, спускаетесь, как я люблю говорить, с небес на землю-то. Вы все ждете, что кто-то, блять, придет, примет вашего пиздюка, полюбит вас, блять, задарит подарками и все будет заебись охуенно. Да нет же, это только в фильмах так бывает, в кино так бывает, в жизни так не бывает. В жизни это бывает месяц-два, вы потрахались, блять, глаза вылупили. Это любовь, блять, нихуя. А потом вас кидают, и вы нахуй никому не нужны, со своими пиздюками остаетесь. Поэтому включайте мозги и не подставляйте своих детей в первую очередь. Это катастрофа, когда, вот я знаю истории, где дети просто, блять, один, блять, дядька пришел, он его папой называет, потом через пару месяцев, полгода другой. А это наш новый папа, блять, третий, пятый, вы понимаете вообще, что там с дитем нахуй происходит, что в его голове, какие он ценности в себе питает. От вас, блять, мамаша. Вбеси мне нахуй меня, вообще все. Субтитры сделал DimaTorzok